Добрый вечер дорогие друзья, передача «Откровенный разговор» продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у меня в гостях руководитель Южно-Кавказского филиала Украинского центра исследований армии конверсии и разоружения Владимир Ковчег. Привет, Володя, я очень рад тебя видеть. Приветствую, Гелла. Ну, скажу так, так как у нас передача почти семейная, все друг друга знают, и тебя прекрасно знают, и любят на этом канале. Вот так получилось, что с новогодними праздниками, каникулами, утомительными совпали эти события, которые происходили в Казахстане. И я с очень немногими людьми вместе переживал эти события, переваривал, тем более не имея возможности технически выходить в эфир, делать передачи. И главным человеком, с которым я вместе сопереживал это все, был ты, мы постоянно это обсуждали, обсуждали очень эмоционально. Но вот сейчас, года, конечно, не минули, и страсти не улеглись, но все-таки сейчас мы уже имеем возможность обсудить это более спокойно, более рационально. Хотя эмоции продолжаются, эмоции, они никуда не денутся. Для нас, и для тебя, и для меня Казахстан это совсем не чужая страна. Зависло. Все нормально. Очень много друзей, очень много знакомых, да и вообще мы понимаем значение Казахстана. Поэтому первый вопрос, это из цикла «Объяснить я и сам могу». Ты мне скажи, что произошло. По переживаниям полностью согласен. Ну, в принципе, что этот... Ну, мы обсуждали, ну, очень много, в том числе, стоит ли идти на эту передачу. Мне, да, поэтому перед тем, как я приступлю к теме освещения, в том числе, событий в Казахстане, я перед уважаемыми телезрителями, прежде всего, казахской аудиторией, вот, хочу сделать официальное заявление, что эта передача стала возможна только лишь потому, что меня в заложники взял Елава Сац. Вот, всячески мне угрожал отказом походов совместных на Хинкали и так далее. Если быть серьезным, то, ну, почему я эту преамбулу делаю? Я, ну, недавно в Алматы и в Казахстане дали интернет, и я могу себе только представить, как бы на месте казахских коллег-экспертов я бы подофигел, если бы окунулся в то, что и как освещалось за рубежом события в Казахстане, в качестве, в частности, в Украине и так далее. Вот, вступиться за украинских коллег, хочу, в каком смысле, были достаточно адекватные оценки. Если кому интересно, рекомендую смотреть, слушать Игоря Семиволоса, Виталия Кулика. Да, вот, проблема украинского не только в Фейсбуке Медиа Пузыря была в том, что... И Сергей Данилова. И Сергей Данилов, и Игорь Семиволос, это как партия и Ленин. Вот, это автоматически. Тот, кто придет к Игорю Семиволосу, сразу нарвется на Сергея Данилова. Полностью с тобой согласен. Проблема украинского в Фейсбуке Медиа Пузыря, вот, и не только, она в том, что адекватные, понятно, в моей системе координаты адекватности, оценки, они действительно тонули в том потоке белого шума и откровенного маразма, который несся вокруг событий в Казахстане. Вот, второй момент из рубрики «В Казахстане дали интернет» состоит в том, что по понятным, абсолютно объективным причинам адекватные казахские эксперты сейчас молчат, вот, либо выступают аккуратно. Аккуратные и здравые оценки, опять же, на мой взгляд, они тонут в потоке призывов объединиться, прислониться локтями к локтям, вот, и, на мой взгляд, это тоже объективный процесс, исходя из многолетней системы информационного сопровождения, экспертного, публичного сопровождения любых процессов в Казахстане, которая стала одним из, скажем так, если не основных, то базовых факторов, которые в том числе привели к той национальной трагедии, без преувеличения, которая произошла в республике Казахстан, и которая могла закончиться еще большей национальной трагедией, вот, катастрофой. Для меня Казахстан – страна не чужая. Опять же, хочу, ну, во-первых, я могу без заминки сказать, Жанна Азень и Касым Жамар Кемелевич Такаев, в отличие от Путина и Пашиняна, да, сходу и без бумажки едем. Вот, страна для меня не чужая, и опять же, хочу вступиться за казахское экспертное сообщество. Я ответственно заявляю, что, например, в силу того, что в Казахстане в 2014 году по понятным причинам на разных уровнях испугались и подофигели гораздо больше, чем мы с тобой сейчас делаем. Это первый момент. Также я ответственно заявляю, что казахская экспертная среда выучила уроки из украинских событий, других событий. Напомню, что оккупация России, Крыма и части Донбасса подарила миру не только западному, но и всему такое понятие, как гибридная война. И опять же, вступаясь за казахских экспертов, эти вопросы там изучены достаточно глубоко, здраво. Смею заметить, что даже выводы были сделаны правильно. Значительная часть людей из моего круга, и не только, прекрасно понимали, что и как может произойти в Казахстане. Другой вопрос. Даже сделанные правильные выводы, сделанные, скажем так, правильные оценки, правильное осознание вызовов и рисков, они не были, скажем так, в той системе силовых сдержек и противовесов внутри Казахстана, они просто не могли быть учтены и применены на практике. То есть когда мы, главный, забегая вперед, главный урок, сейчас с этими оценками очень многие грешат Грузии и Украины, для, исходя из казахских событий, это то, что мы получили исключительно казахский сценарий. Вот мы сейчас входим в новый этап, когда на какие-либо последующие события мы будем инстинктивно накладывать этот самый казахский сценарий, который, как и в этом случае Казахстана, вот в плане лобовых аналогий будет полностью нерелевантным. Вот. Что, на мой взгляд, почему так произошло в Казахстане? Есть несколько моментов. Я хочу добавить к тому, что уже многократно прозвучало. Вот. Можно быть сколько угодно многовекторным, нейтральным, монументальным и так далее, но если в твоей силовом блоке и системе спецслужб есть две касты неприкасаемых, условно говоря, назарбаевские, семейные, с одной стороны, и с другой стороны, кремлевцы или прокремлевцы, рано или поздно это закончится очень плохо. То, что мы сейчас и наблюдаем. Вот. По-другому закончиться попросту не могло. Я могу вспомнить, сколько мне доводилось выслушивать разного рода адекватности упреков в адрес Украины, что некоторые из них сводились к тому, что уж наш-то эпохальный и монументальный, вот, елбасы, да, в отличие от вашего негодяя, который сейчас в Ростове. Так тут вот есть определенный парадокс, что, если так можно говорить, нам с нашим негодяем повезло в том смысле, что он и в первом приближении не дотягивал до фигуры назарбаева. Вот. Он просто убежал. И у нас не в последнюю очередь, благодаря этому, у нас получилось выстроить. Здесь же мы имеем конкретный случай, когда, извините мне за такое перефразирование, чем монументальнее шкаф, тем он громче падает. Вот. И мы получили здесь, в этом плане здесь получился исключительно казахский сценарий. К моему глубочайшему сожалению. Вот. Поэтому, почему так произошло номер два, да? То, как я вижу эту ситуацию, я бы ее так, если очень коротко охарактеризовал бы, это спецоперация Кремля, там, под кодовым названием, я не знаю, введение ОДКБ по, скажем так, обволакиванию высшего политического руководства Республики Казахстан полностью под свой контроль. Я не хочу спорить с Википедией, оккупация это или нет, был ли государственный переворот или нет, было ли восстание, было ли революция и так далее. Я считаю, что все элементы этих процессов, так или иначе, на разных уровнях, они присутствовали в Казахстане. Очень много сказано на эту тему. Другой момент, что классическая схема кремлевская была задействована в какой логике и в каком формате. И почему она получилась именно в Казахстане так молниеносной. Прежде всего, речь идет по пунктам. Это радикализация протеста, это канализирование радикальной части ее прежде всего на Алматы. Это параллельная, временная, внезапная отключка казахских силовиков. И последний этап – это склонение к просьбе Касыма Жамарда Кемелевича Такаева пригласить ОДКБ в Казахстан. Это, если коротко и по пунктам. Опять же, хочу сказать, звучит очень разное по этому поводу. Мне, например, нравится из наших местных южнокавказских экспертов логика оценки происходящего Али Хаджизаде. Рекомендую именно по этой теме его пригласить. Который мне сказал перед Новым годом, что он сейчас не будет заниматься политологией, поэтому он отходит от этого. Имеет на это право, и он далеко отречет. Имеет право, раз он еще придется прийти ко мне. Нет, но я к тому, что ты так просто его в заложники, как меня, взять не можешь. Могу. Поэтому дальше вот он сетует на доктрину Герасимова. Он говорит, что Россия выучила и плюс освоила так называемую тактику цветных революций и так далее. Я все прекрасно понимаю. Например, там в украинской системе координат слово «майдан» оно святое. По понятным причинам в ряде стран и регионов оно ругательное. Но я единственное, сделаю одну ремарку и уточнение. Россия ничего нового не придумала. В Казахстане впервые в российских, скажем так, гибридных приложениях победил антимайдан, так называемое. Это она не осваивала чьи-то практики. Она просто применила свою схему, которая полностью, например, провалилась в Украине. Поэтому возвращаемся к моей логике радикализации протеста, канализирование его на Алматы, отключка силовиков и введение ОДКБ. Это уже, скажем так, вопрос техники. Получилось все как по нотам на тактическом уровне, как часто у Кремля бывает, но с непрогнозируемыми и необратимыми в стратегической перспективе для того же Кремля. В этом я тоже совершенно и абсолютно уверен. И самое главное, надо понимать, что в этой иезуитской логике Москвы очень значительное количество действительно искренних, невинных, простых казахов, оно в этой системе это обязательный ингредиент. О количестве жертв мы постепенно будем узнавать и еще больше прозревать с происходящего. Потому что, чтобы вы понимали уже сейчас, террористов показать а сложно, б невозможно, а погибшие дети, обычные прохожие, женщины, бабушки, они присутствуют. Скрыть это попросту невозможно. Поэтому вот то, что у Кремля получилось, это стало следствием того, скажем так, заполнения российской, прямо говоря, агентурой на разных уровнях силового и блока и системы спецслужб республики Казахстан. Понимал ли это Елбасы? Безусловно, понимал. Боролся ли он с этим? Безусловно, боролся. Но, как мы видим, живя в своей логике, скажем так, торгов, системы сдерживания и противовесов, он подвел ситуацию к тому, что был запущен тот сценарий, о котором я сейчас говорю. Перебивай меня, пожалуйста. Ты обещал. Я не обещал. Я тебя слушаю, понимаешь. Я бы тебя перебивал после каждого предложения, поэтому я не стал этого делать. Ты наговорил на 10 бочек арестантов. Но на самом-то деле, смотри, я думаю, что схема, вот моя схема, мое видение, оно гораздо проще. Я думаю, что в какой-то момент что-то случилось. Ну, протесты уже на Азене и социальный протест, который потом пошел, это одно. Но вот в какой-то момент параллельно с этим что-то случилось с Елбасы. И начался то, что произошло. Мы можем называть это как угодно, но на самом деле самое точное, на мой взгляд, определение – это транзит власти. Транзит власти. Ну, это очередная фраза паразит. Почему? Ну, слово транзит, оно же... Кстати, тоже, да? Транзит власти – это казахское изобретение. Потом даже, когда Терешкова запускала Путина на орбиту, вечного правления, да, тоже преломляли к этому делу транзит. Терешкова запускала Путина. на орбиту. Это звучит шикарно. Ну, правильно, атаки есть. Но это абсолютно то же самое ролевые игры, как помещение Миротворцева ДКБ. Вот есть власть, да? Смотри, есть власть. Власти есть определенные центры силы, которые принимают решения. Так или иначе, эта власть замыкалась на Елбасы, на Норсултана Назарбаева, при всем при том, что был Токаев, были внутри власти. Когда мне говорят, Назарбаевцы боролись с Токаевцами и так далее, я категорически против этого, потому что я просто тупо знаю, что там есть один, все Назарбаевцы, то есть все являются, это и есть политический правящий класс Казахстана, истеблишмент. Дело полностью с тобой согласен. Дальше что происходит? Дальше происходит следующее. Когда, значит, по каким-то причинам, мы не знаем по каким, дай бог, чтобы он был жив и выздоровел и так далее, но по каким-то причинам становится центр власти недееспособным, это и запуск, это и есть транзит власти, то есть переход власти от одного центра к другому. К какому центру? Дальше идет борьба. Дальше эта борьба канализировалась в то, что ты сказал. Различные группировки внутри власти начали бороться с самыми запрещенными методами, в том числе и вот этими насилием на улицах и так далее, именно в Алматы, а не в Нур-Султане. Почему в Алматы, а не в Нур-Султане тоже интересно, потому что я думаю, что у всех центров, скажем так, зоны влияния есть в Алмате именно. Люди, ресурсы и так далее. Нур-Султан в этом плане мы же там бывали, это степь. Это степь с административными методами. Делай, упреждаю, смотри, в Нур-Султан очень тяжело технически согнать титушек. Кто не знает, о чем речь, погуглите украинские события в Нур-Султан. А в Алматы легко и очень просто и готовить это и так далее. Поэтому, обращаясь в ситуацию, ну, Гел, смотри, я своими ремарками в свете несущегося бреда вокруг Казахстана полностью согласен. Но добавлю больше, если еще раз вдруг после вот этого в нашей программе от меня прозвучит слово ЖУС, сразу встаем и уходим. Встаешь, сразу и уходишь. Вот, например, несется разное. Я к тебе к чему это хочу сказать? Я по пунктам. Я с тобой полностью согласен, что настоящим триггером происходящего в Республике Казахстан стала недееспособность Елбасы. Я с тобой с этим полностью согласен. Не открою большой тайны, мы это обсуждали, да, то есть этот посыл, что Елбасы вне игры, он уже летал 2 января. Повертите на языке эту дату. 2 января относительно спокойно еще было даже в Жаназе. Следующий момент. Я не зря в своей логической линейке сказал первый пункт в сценарии это радикализация протеста. Вот, я прекрасно понимаю, что, например, спонтанная часть у казахов, она очень сильная. Инициатива снизу, и они раньше берутся за арматуру, чем украинцы, армяне или белорусы. Это я признаю. Но организованная радикализация, она произошла четко по команде, если вот уже дальше не размазывать эту кашу по тарелке, через крыло силовиков, которое замыкалось на Кремль. В этом у меня никакого сомнения нет. Как вот в системе борьбы с договорными играми есть такое понятие, которое в иероспенденции не приложишь. Комфортная уверенность. То есть она работает в борьбе с договорняками, так вот здесь у меня комфортная уверенность, кто, что и куда запустил. Почему я начал немножко так эмоционально свое выступление? Ну, послушайте, даже елбасы биологически когда-то бы ушел. Понимаешь? Ты свидетель последние годы, и у меня достаточно много моих казахских коллег и друзей, когда я говорил. Друзья, когда этот момент наступит, с точки зрения вызовов и рисков принятых с 2014 года называть гибридными со стороны России, вы уже проиграли. Просто запомните, что когда это начнется, вам действовать надо в условиях изначального проигрыша. Изначального проигрыша. Дальше было много обсуждалось сценариев и тому подобное. Поверь мне, в Казахстане все прекрасно понимали. Все прекрасно понимали. Но ситуация, как ни парадоксально, на мой взгляд, была настолько запущена в казавшейся много лет благополучной стране, что получился у Кремля самый простой и самый примитивный сценарий. Гораздо примитивнее, чем в Беларуси сейчас, которая уже произошла и он шлюз по факту. Они получили абсолютно то, что хотели. Когда в свете разговоров про СССР 2.0, казахи оценивали угрозы аннексии Северного Казахстана, я прямо говорил, а зачем им это делать? Им нужен, как и Украина, Казахстан целиком. Будут ли применены украинские заготовки? Категорически нет. Будут применены казахские заготовки, которые универсальны с украинскими медалями по списку только в одном, что Кремль по доктрине Герасимова и не только всегда бьет в самые слабые места объекта атаки. А слабые места у нас с вами очень разные, местами похожие и так далее. Самое слабое место Республики Казахстан, той системы полностью собой согласен, нет никаких кланов, единственного клана, верхушка которого отошла в сторону, была то, о чем я тебе сказал. То, о чем я тебе сказал. Там не было единой казахской повестки на длинную по противодействию гибридным угрозам прежде всего со стороны Кремля. И на эту систему координат накладывались другие вызовы и риски. Мы с тобой с подачи нашего казахского друга до этих трагических событий муссировали тему, что Казахстан в состоянии 1938 года между Россией и Китаем. Только сами казахи не могли определиться, кто там Гитлер, кто там Сталин. Сейчас появились новые инсинуации, что чуть ли Китай то ли проглотил, то ли наоборот надавил на Москву, которая сейчас бегом в панике убегает с войсками АДКБ. Но это на мой взгляд полная маячня по-украински. На мой взгляд. Потому что если в этой системе координат говорить, то опять же нас с тобой тезис. Что если верна логика, что не только СССР полтора собирается, но и мы подходим к холодной войне между Китаем и Российской Федерацией и Вашингтоном, пардон, Вашингтон-Пекин по линии, то Россия здесь неравноправный игрок, а Китай ситуативно, который никуда не спешит, повторяю, самого себя может согласиться на силовой менеджмент постсоветского пространства в лице Кремля опять же в своих интересах. И вот опять если в такой упрощенной подчеркиваемой логике рассуждать, Россия, просто Казахстан был отдан на аутсорсинг. Кто вам сказал, что китайским инвестициям нынешним и последующим что-то угрожает? Кто вам сказал, что что-либо может угрожать, например, инвестициям с Шевронтом и далее по списку? Нет, просто дальнейший арбитраж и модерирование надо будет вести не с Елбасы, с Лондоном, Вашингтоном и далее по списку, а с Кремлевским бункером ситуативно. Это тоже мы сейчас прекрасно понимаем. Понимаешь, в чем дело? Мы сейчас уже перешли к международной теме, я не хотел к ней переходить, потому что мы еще не договорили про... Давай вернемся к внутренней. про Китай, я тебе скажу кодовое слово, кодовое слово «Игра престолов». И потом мы вернемся туда, у меня есть свое описание того, что сейчас происходит на евразийском пространстве, Хэдерленд, так называемый, сердцевина земли. Значит, смотри, на самом-то деле, когда мы пришли к тому, что в какой-то момент, когда перестал существовать по каким-то причинам центр принятия решений в виде Елбасы, и различные группы, значит, бросились реализовывать свои сценарии транзита власти или взятия власти, вот среди них, среди этих групп, несомненно, была группа людей, которые полностью четко ориентированы на Кремль, четко ориентированы на это. Вот тут вопрос, я сейчас не собираюсь говорить о том, что вот он ориентирован четко на Кремль, я просто говорю к вопросу об ОДКБ, к вопросу об ОДКБ и к вопросу о том, вот логичный был вопрос, у каждого своя точка зрения, почему вдруг понадобилось введение войск ОДКБ, а я все больше и больше прихожу для себя к выводу о том, что дракон выгоняется драконом, то есть подобное лечится подобным, то есть раз уж Кремлевские запустили сценарий, то есть Кремлевские это конкретно структура ориентированная на Российскую Федерацию, а в конечном итоге Российская Федерация запустила сценарий насилия на улицах Алматы, безусловно, только ли они, не знаю, но они точно там были, то для того, чтобы остановить этот сценарий, необходимо было опять-таки что сделать? Это же чисто символическое приглашение, это именно символ, что ОДКБ пришло, поэтому... Я бы даже сказал не символ, это антураж, но смотри, чтобы правильно поняли, правильно поняли, большая разница, символ, это то, я считаю, антураж. Ну ты же спрашиваешь, смотри, чтобы правильно поняли мои предыдущие посылы, в чем специфика Казахстана? Россияне в Казахстане со своей агентурой физически не могли действовать без силового, без посредничества местных силовиков или спецслужбистов, физически. Если бы они попробовали делать без этого, система их бы перемолола моментально. Это надо себе четко понимать. И почему опять же к вопросу Алматы. Опять же, другой момент. Ты, конечно, прости, что вопросом на вопрос самый интересный, на мой взгляд, в этой системе координат, вопрос на помимо где Назарбаев, само собой, да, помимо где Назарбаев, кого и главное в чью пользу предал Карим Масим. И вот на этот вопрос на самом деле на самом деле ответ мы не получим очень-очень долго и не узнаем даже если нам об этом расскажут. Потому что ситуация выглядит немножко странно. Возвращаемся к параллелям в кавычках к украинским событиям. Виктор Федорович Янукович на Рублевке, экс-глава СБУ на Рублевке. А вот так к разговору о предательстве экс-глава МВД на Рублевке. Сошки, пешки и остальные черти поменьше если не на Рублевке то окон. Возвращаемся сюда Карим Масимов в тюрьме по обвинению не госпереворот а именно государственный измен. Притом такая формулировка придумана опять же под внешнюю интервенцию ДКБ. Потому что если был государственный переворот задача спрашивается зачем здесь ДКБ. Я уже молчу о том, что войска ДКБ введены с нарушением устава ДКБ. Следующий момент. Ну давайте так. Я уже не спрашиваю о таких фигурах успехной среды как Мурат Мухамеджанов или Нуржан Альтай. Но те кто берутся комментировать события в Казахстане кто такой Карим Масимов должны были хотя бы посмотреть в Википедии его жизненный путь в независимом Казахстане. И если дважды премьер трижды и последние семь лет условно говоря глава КНБ никто из любого лагеря не станет спорить с тем что ближе чем даже родственники к телу Елбасы в фигуре чем Карим Масимов найти можно но очень сложно и в воздухе зависает один классический вопрос профессора Преображенского позвольте как же он тогда работал в очистке понимаете вот и все поэтому здесь вопрос остается подвешен потому что варианты ответов могут оказаться самые разными что он может оказаться никого не предавал в системе внешнего вторжения и так далее кого он предал простой вопрос и так далее у меня однозначного ответа на этот вопрос нет я допускаю что он может как-то выйти из тюрьмы за него есть по-моему кому вписаться в Казахстане не только и так далее но сути актуальности этого вопроса это не от меня поэтому когда ты мне сейчас говоришь что ОТКБ был самый простой вариант и так далее я немножко поапеллирую коллегам я абсолютно прекрасно понимаю нынешнего президента Казахстана Такаева который говорит что это я позвал ОТКБ это элемент ролевых игр роль Такаева там самая незавидная но когда казахские и не только эксперты на полном серьезе говорят что позвать ОТКБ это было именно идеей Такаева я а им не верю б спрашиваю в ответ почему вы про своего президента такого плохого мнения потому что у меня есть комфортная уверенность что он не хотел звать ОТКБ до последнего в стремительно развивающихся событиях а просто в рамках запущенного сценария получил предложение от которого просто не смог отказаться и это предложение не отличалось ничем от полученного предложения параллельно Николом Пашиняном доноризированным Лукашенко медали по списку вот и все к чему я это все говорю ОТКБ в виде военно-политического блока равноправных партнеров его не существует и не существовало в природе те кто говорят ОТКБ антинато им надо вызывать скорую помощь и так далее понимаете вот это просто инструмент настройка почему я говорю антураж по обволакиванию по обволакиванию по втягиванию по удержанию по чему угодно постсоветских стран ни слова постсоветских не нравится вот которые уже произносим членами ОТКБ или которые пока в логике же Кремля не примкнут понимаете и вот здесь я хочу выступить неким адвокатом тем кто говорит что это вот мое решение было позвать ну и дело даже самые мобильные личные войска Шойгу не прилетят через полтора дня после приглашения физически не прилетят просто не прилетят это это такой вот маркет это кстати вот как меня Рауф Оружев спросил уйдет ли ОДКБ через неделю решение может быть о выводе принято и реализовываться о выводе войск но физически уже нельзя уйти через неделю понимаете через неделю ну вот озвучено сейчас последнее официально там завтра должно 10-ти дневный срок стартовать вывода войск ОДКБ вот и упреждаю твой следующий вопрос я отмечу что если реальный вывод российских войск подчеркиваю не существующего ОДКБ состоится то мы можем себе только представить какими красными флажками сейчас обставим Касым Жамар Кемелевич Такай вот и все это если максимально упрощенными конструкциями говорить по поводу красных флажков и по поводу этого знаю что для меня я вчера буквально сделал об этом в новостях Кавказа я вчера об этом говорил для меня важным маркером является фигура Оскара Умарова человека который был назначен министром информации общественного развития Республики Казахстан я не знаю его я с ним не знаком но исходя из той истерики которая была вчера у Соловьева реальной истерики исходя из того что Женя Примаков написал о сотрудничестве в этом самом мы к вам елбасы и вот по какому поводу да у меня сложилось устойчивое мнение что этот человек ну казах казах в полном смысле этого слова понимаешь политический казах да и я тебе скажу так что сейчас ну явно вот эти все маркеры это явно давление на то чтобы чуть не сказал елбасы чтобы президент снял Умарова конечно это может быть очень тонкой игрой такой чтобы показать что вот смотрите вот это но на самом то деле я думаю что в Кремле на такую игру не способны я думаю что у них все очень просто так кто не с нами тот против нас если враг не сдается его уничтожают а для них исходя из того что я видел и читал Умаров это враг это маркер не готов однозначно отвечать охотно верю что Оскар Умаров то в чем его обвиняет Симонян и далее по списку говорил искренне вот второй момент я допускаю что президент Казахстана просто назначает преданных себе людей оставляет или назначает преданных себе людей дальше это уже дело это уже вопрос коммуникации по линии Нурсултан Дропа Стана с Кремлем вот войдут в положение министр будет работать дальше вот оставят вот этот истеричный фон для поддержания скажем так градуса дальнейших гибридных влияний ты кстати очень интересную тему национализма или национализма в кавычках поднял и напомнил спасибо тебе за это у меня вот такой интересный момент а кто-то обратил внимание что где-то в течение трех последних месяцев прошлого года вообще-то шло то ли информационное сопровождение подготовки этой операции то ли информационная подготовка к той операции которую в Казахстане мы сейчас обсуждаем вот в известных сетках кремлевских и не только например разгонялась тема так называемых языковых патрулей вот языковых патрулей когда казахи люди которые замыкающихся замыкающихся на партии персонажей которые я уже озвучил националистов искренних я не знаю насколько вот но такие националисты зная опять же специфику Казахстана они не могли не замыкаться на определенные крыло спецслужб просто по-другому в Казахстане не бывает вот вдруг активизировалась тема языковых казахских патрулей вот на рынках в магазинах и так далее то что она была имела место в Казахстане бог с ним то что первыми это записывали на видео и это всплывало в определенных российских сетках медиа телеграм-каналов это четкий маркер это четкий маркер на мой взгляд второй момент параллельно опять же вдруг эти сетки начали разгонять тему посмотрите на Казахстан запускались разные ролики из школ например или из детских садиков когда в детском казахском садике организовывала сценка когда два чекиста расстреливают казахского патриота намекая на события 1916 года где негативный персонаж не было чекистов там были эти самые какая разница нет ну когда эти когда не было когда например когда например негативный герой там явно не мальчик в образе казахского революционера то есть я охотно верю что в садиках такие вещи могли в Казахстане происходить естественным путем вот много было сказано о языковой культурной этнической какой угодно политике елбасы я ее полностью поддерживаю этого действительно боится но появление вдруг языковых патрулей ну ну не верю просто не верю и не верю что это языковые патрули я узнавал то есть тот парень который был организатором он действительно достаточно искренний патриот он просто рассказывал о том что дело 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 началось с того что бабушки отказали в Акимате ответить потому что она не знала она плохо говорила на русском а ей отказали вопрос как это разгонялось я не говорю я же говорю что я я ни в коем случае не я нет не знаний ни морального права этого парня из патрулей в чем-то обвинять я просто говорю как это разгонялось и сопровождалось поверь мне я знаю я знаю о чем говорю и мы сейчас вернемся к вопросу информационных привязок и сопровождение например в Азербайджане и в Украине этих меток то есть это информационный фонд соответственно создавался очень четко и когда например почему антимайдан был нужен и он победил и чего реально боялся на самом деле Кремль он боялся чтобы в Казахстане не произошла я не знаю бархатная революция я прекрасно понимаю что бархат казахский отличается от армянского да там за арматуру схватили сразу я это допускаю но чтобы не важно какое бы крыло клана пришло к власти но если бы оно пришло в силу таких событий в силу протеста там не знаю газового майдана сейчас есть опять новая фраза паразит и так далее в силу искренне социально-экономического протеста если бы кто-то без Кремля его возглавил и пришел к власти но это для Кремля страшный сон но это объективная реальность поэтому когда радикализировали под картинку конкретно протест в Казахстане было две вещи две важные его маргинализация и создание подложки под введение войск несуществующего ДКБ читай российского контингента вот и все а теперь про игру престолов смотри мы часто говорим и в принципе да естественно о чем речь когда мы говорим когда мы обсуждаем политику вообще прежде всего нужно говорить о людях думать о том что в общем-то как это все отражается на людях и тем не менее есть еще такой аспект как геополитическая составляющая и тут очень важный момент ты уже затронул эту тему то есть все это время ну и с тобой мы говорили на это по этому поводу речь шла о чем речь шла о том чтобы только бы сохранилась казахская государственность только бы сохранился Казахстан как государство только бы не было бы там территории хаоса потому что я всегда для того чтобы проиллюстрировать не то что значение Грузии а вот место Грузии в геополитике Южного Кавказа говорю ну давайте представим себе на одну секунду что или в Грузии полный хаос и территорию на эту территорию нельзя заехать или на этой территории Россия просто российская нет у Грузии есть Российская Федерация представьте себе как меняются общие расклады в регионе кардинально а если мы возьмем то же самое перенесем на Казахстан то это уже меняется не на Южном Кавказе и примыкающих странах это меняется во всей Евразии во всем Евразии то есть абсолютно иную картину мы имеем причем картину в пользу знаем кого при этом при этом нужно замерить что когда ты сказал что не против того чтобы там Россия была активна но Китай может быть не против того так и Запад не против того может быть речь идет о том кто может быть против тут скорее борьба на региональном уровне вот например Анкара должна быть против так а что а что она на данном этапе может предложить вот в чем вопрос вот потому что тут было понимаешь дело нет вопросы на самом правильном ну знаешь вот Запад не вступился да вот первый мем на происходящее а должен был вот вопрос под каким соусом он должен был это делать вот под каким соусом абсолютно а на невидимом а на невидимом для нас подводном так называем фронте ну поверь мне он очень сильно вступился по-моему семье Елбасы будут гарантии уже даны и помнишь там логический ряд я говорил там Янукович где это никто же например где Елбасы сейчас мы не знаем а вот последняя информация его брат Балат улетел через Бишкек в Дубай была такая информация не оценивая достоверность но не было ни одной но не было ни одной информации чтобы кто-то из племянников кумовей братьев внуков дочерей и так далее чтобы хоть кто-то улетел в Москву поэтому продолжая логический ряд что Карим Масимов был очень близок к семье Назарбаева в Москву никто не улетел и помимо вопроса где Елбасы все-таки кого предал Масим Карим Карим Масимов извините вот поэтому вот это на мой взгляд ключевейший вопрос теперь геополитический контекст ну можно долго рассуждать вот на эту тему тема ближе там к Южному Кавказу организация тюркских государств и так далее было две таких скажем так полярных реакции которые ну на самом деле раздражали первое это была реакция о том что а посмотрите полная импотенция тюркского совета вроде бы отчасти правда но другой вопрос у меня в задаче спрашивается а он должен был что-либо делать и каким образом когда он был создан ресурсы на каком этапе о какой импотенции речь если там идет мы сейчас касаемо этой организации говорим об этапе взросления там еще эрекция не появилась понимаешь они еще в зачатке юношества и так далее вот второй момент посмотрите кого она объединяет она объединяет несколько членов этого самого несуществующего ОДКБ вот а это игра на длинную потом тюркский совет как ни крути все-таки это Турция и другие это Турция и другие а среди других выбит как считается сейчас самый сильный игрок в лице Казахстана вот следующий момент это те кто возмущены ну вот тюркский совет сейчас соберется вот обсудит и чуть ли не симметрично ответит другая крайность бреда задача спрашивается зачем зачем это тюркскому совету читай Эрдогану на данном этапе который уже занят своим собственным транзитом и так далее а почему так молниеносно произошло это все в пользу Кремля тактически считается да в Казахстане но это потому что инструментарий мягкой силы прежде всего Турции он находится мягкой теплой силы софт пауэр не говоря уже ахарт он находится в несравнимом на несравнимо низком положении или на низком стате в сравнении с Россией или тем же Китаем процессы развиваются абсолютно логично исторически и здесь никто не обращает внимания на такой казалось бы парадокс хотя никакого парадокса нет на уровне казахского общества произошедшее в пользу Кремля или ОДКБ может интенсифицировать процессы в Казахстане снизу в логике этого самого тюркского мира и так далее понимаешь это не хорошо и не плохо логика понятия самодостаточная вот об этом я хотел сказать дальше скажем так о приземленных реакциях у нас здесь вот ну так как я понимаю реакцию например в Азербайджане вот она очень сильно разнится от того что позволено выплеснуть скажем так в медиа и в паблик вот в Казахстане говорю пардон в свете Казахстана в Азербайджане безусловно на разных уровнях произошел определенный специфический испуг почему я об этом говорю ну ни для кого не секрет что для Азербайджана в нынешних реалиях как ни крути ОДКБ это враждебная организация даже в виде антуража все мы понимаем что это проклят но но в этой враждебной организации у Ильхама Алиева было один вернее два человека своих человек в Гаване как говорится которые залегли один из них сейчас выведен из игры ох было бы классно если бы он вернулся но мы все понимаем сколько было сказано об личной химии между Нурсултаном Абишевичем и Ильхамом Гейдаровичем тяжелая ситуация согласись второй момент второй человек в Гаване уже давно сошел с ума можно говорить это я сейчас Лукашенко который реально в логике союзников партнеров в секторе военно-промышленного комплекса и не только очень сильно помогал Азербайджан сейчас сейчас он мне нравится термин денеризация Лукашенко денеризировая Лукашенко сейчас метет такое что Узбекистан приготовится и так далее на что в Азербайджане я не знаю как они должны реагировать на это публично но они должны здраво оценивать систему вызовов и рисков уже для Азербайджана в новых условиях и так далее это о реакции Азербайджана в Армении вот что мне например ожидаемые показатели ну тут понимаешь я тебе ответственно заявляю что в Армении по поводу отправки 70 или 100 бойцов в Казахстан не согласны абсолютно все включая самого Никола Пашиняна но возвращаясь к предыдущим пунктам нашего разговора а мог ли Никол Пашинян либо Никол Качарян либо Роберт Пашинян и далее по списку в нынешней ситуации поступить по-другому нет не мог вот и все поэтому то что это ну даже не преступление не ошибка а глупость это все понимают но вот такая ситуация в нашем виртуальном ДКБ на таджиков никто не обращает внимания абсолютно интересные процессы были в Кыргызстане вот где никто не понимает зачем нужны кыргызы для усмирения казахов и прежде всего недоумевают Кыргызстан в Бишкеке и не только вот про Беларусь я тебе уже сказал в логике обсуждения серии твоих программ СССР полтора или два ноль аншлюз Беларуси на уровне высшего военного политического руководства завершен вот так так я вижу международную обстановку по Китаю по Китаю но он проявится посмотрим ну Китай самодостаточная величина и у Китая там свои интересы для него для него позиции не изменились на самом деле если не сказать что улучшились под определенным углом вот смотри ты как относишься к этим разговорам о том что вот Китай пригрозил Москве выведите миротворцев ОДКБ иначе будет плохо ну и как я к этим оценкам отношусь они у меня на втором месте по адекватности в кавычках после того что украинцы подарили первым что Касым Жамар Кемелевич Такаев прогласил Путина под крышей ОДКБ чем всех переиграл включая самого Путина Одну секунду чуть не забыл а это важно слушай а ведь так или иначе транзит власти Казахстана осуществился центр был в Киеве и рулил процессами облязов это же мы помним тоже знаем это когда ты знаешь все это когда забывается а это как бы вписано уже золотыми буквами а как ты это а как ты можешь а как ты такое можешь произносить даже не прищурившись научи пожалуйста правильную тему ты поднял ну смотри у модераторов этого скажем так процесса вот возникли проблемы очень большие проблемы еще чего придавить внешнее вторжение эти проблемы были настолько серьезными вот что президент Казахстана договорился до того что 20 тысяч террористов из-за рубежа были только в Алматы и что они воровали по ночам нападали на морги там выкрадали и так далее ну я тебе так скажу это для меня маркер проблем объяснить что произошло понимаешь вот и сейчас одна из скажем так ближайших тактических задач для Астаны это отключиться от кремлевского генератора случайных звуков и версии о происходящем это очень важный момент я считаю смотри обязательно такие операции Кремля и Казахстан здесь не уникален проводятся с определенным информационным сопровождением обязательно в логике маразматической кремлевской пропаганды должны быть бендеровцы правый сектор украинский след ну в случае с Казахстаном как бы это сложным им ни было он появился теперь очень коротко смотри я ну честно говорю я не знаю насколько не популярен в Казахстане господин Авлязм я не знаю я не знаю его мотивации я да я не знаю мотивации но и у меня комфортная уверенность в том что он на происходящее именно протесты в Казахстане влиял чуть меньше чем мы с тобой тут разговаривали на кухне в этом я у меня стойкая уверенность не а я считаю чуть больше да смотри теперь информационное сопровождение как это было организовано на украинском фронте вот он всплывает из-за рубежа неважно там с Лондона или с Парижа на наших широко или узко известных телевизионных канал первым источником того что Украина верховодит протестами в Казахстане стало известное издание страна Юэй почему-то в общем скажем так политике банковой по нивелированию российских информационных влияний это откровенное не про а просто российская помойка до сих пор не закрыли но она была точно вкраплена в эту информационно-психологическую операцию дальше находятся какие-то ребята из партии ДБК если не ошибаюсь вот которые не знаю понимали ли они что происходит в Казахстане и так далее и тому подобное и они подаются там как координаторы и так далее дальше почему это был организованный момент известные сетки в кавычках телеграмеры и так далее российские вот начинают эту тему всячески разгонять дальше те кто их цитирует этот процесс называется самопереписью ваты и не только в Украине был другой нюанс параллельно с украинским сопровождением было еще азербайджан и турецкий момент к азербайджану и в Турции очень активно те же сетки привязывали так называемого Армана Дикого фамилию забыл известного криминального известного этого парня он я не знаю там наверное криминал и так далее и жуткий тип известного криминального нет хорошее вещи он разные вещи ясно он говорил что перестаньте громить магазин и перестаньте насильничать вычесывать мы же смотри мы же сейчас не о нем и не о Баблязове а о том как это подавала российская пропаганда которая накачивала истерию нет он говорил эти вещи а киргизы например посвятили где он например говоря эти абсолютно адекватные вещи говорил убраться приехавшим киргизов которые якобы бузят а из киргизов смогли поймать только джазмена пианиста понимаешь казус исполнителя не будем развивать эту тему это личная трагедия очень талантливого человека как оказалось понимаешь о чем я тебе говорю и кроме него и плиточника из Самарканда вот показать террористов до сих пор не могут не могут вот и все до этого их придется назначать вот а понимаешь жертв может оказаться ну посмотри ну опять же возвращаясь к старым ну 164 погибших все же понимают что цифра заниженная но даже пугаются такой заниженной цифрой и Минздрав ее убирает с сайта а теперь представь у каждого случайно погибшего или искренне протестующего да не имея никакой привязки к терроризму может оказаться много братьев сестер племянников родителей бабушки и так далее перед ними объясняться придется поэтому процессы предстоят очень тяжелые в Казахстане и я желаю с честью из них выбраться но выбираться с ним этот как называется в них придется формируя свое объективное в том числе информационное поле Казахстана а не опираясь на методички известные из Кремля то есть опять же к вопросу СОДКБ почему Семен Пегов освещал события с Байконура почему ЦСН Сенеш под контроль брал объекты в Нур-Султане где не буянили даже коты а не например морги Алматы если на них кто-то нападал чтобы забрать трупов террористов извини мне уже вот такие вот скажем так эмоции но информационное сопровождение мягко говоря пока хромает официальное информационное сопровождение Казахстана на самом деле я сейчас озвучиваю вопросы которые задают казахцы сами себе тихо или громко неважно и на них придется отвечать не говоря уже о том что банальная ближайшая угроза для новой команды власти это надо же как-то предоставить наш Султан Абишевич показать где он если что объяснить как и что произошло Карима в три недели умирал ну и что это разве это нормально это же не нормально просто я к тому говорю что да вот и все а ты же понимаешь что сарафанное радио среди родственников среди силовиков разного уровня оно очень мощное тут же не забывай такой факт что в отличие от нас с тобой достаточно людей в Казахстане которые реально не понимают а знают что произошло не понимают и чувствуют а реально знают что случилось на уровне личных врачей личной охраны ближайших родственников и так далее потому что поэтому ситуация очень непростая и я не согласен с тем что все закончилось ничего не закончилось понятно что ничего не закончилось ну смотри подводя прости за сумбур подводя итог украинского в кавычках следа и азербайджана турецкого в кавычках следа можно говорить о том что он сработал очень плохо потому что ну он мягко говоря ну не природен не естественным для реалии Казахстана мягко говоря ни на что эти вещи не повлияли но информационная картинка говорит сама за себя она говорит сама за себя да несомненно и мы уже говорим больше часа я понимаю что мы с тобой можем говорить об этом до бесконечности и мы будем об этом говорить будем у нас нет другого выхода у нас нет другого выхода потому что я всегда говорил и ты в общем-то всегда говорил о том что Казахстан это для нас очень важно это важно лично это важно и для стран и для государств да что ты хотел Казахстан очень важная страна я просто вот в завершении подводя черту в рамках рубрики там СССР полтора два ноль вот смотри ну опять же два года назад кто это говорил их считали городскими сумасшедшими сейчас это несется из каждого утюга мне уже начинает казаться что так это не соответствует действительности потому что слишком очевидно чтобы быть правдой вот тут есть несколько моментов если эта логика верна но мы же понимаем что сейчас в кремлевской парадигме Беларусь Казахстан и Армения они уже в этом самом СССР понимаешь раньше отматывая события твоя по моему фраза могу ошибаться но я с ней полностью согласен что если мы хотим что-либо донести по гибридным угрозам по скажем так другим угрозам каким угодно со стороны Кремля и не только то не надо работать убеждать убежденных то есть диалог украинцев с грузинами плох чем мы согласны со всем понимаешь вот мы собираемся и заканчивается там песнопением суровые годы приходят как уж вон а работать надо извини а работать надо в этом а работать в этом направлении надо три базовых страны я всегда это повторял это Беларусь Казахстан и Армения эти три базы это я очень давно говорил эти три базовые страны сейчас в логике Кремля уже в этом самом образовании тьфу на него еще раз СССР полтора во первых первое это то что это в логике Кремля я уверен что по Казахстану нет нет все равно не в логике Кремля да но по Казахстану друзья из Казахстана с нами спорил но наоборот говорили да да они же тоже согласны нет просто слышишь эти люди просто слишком известные но очень в узких кругах понимаешь наши друзья именно именно друзья именно друзья не спорили но поверь мне в период 14-15 годов я такого наслушался я сейчас об этом не упоминал чтобы никто в Казахстане не подумал что я сижу из злорадства или там радуюсь упаси Господь видит Бог это неправда вот я ну я не знаю с чем сравнить насколько я действительно за трех-четырех человек физически переживал вот не говоря про нашего Юрика например каким-то чудом выехал из Алматы понимаешь физически на Новый год уехал с Алматы и прилетело то что прилетело ну кстати да я физически переживал действительно за нескольких человек я физически переживал продолжаю переживать потому что Бог узнает что там будет слава Богу на связи слава Богу уже как-то откликнулись я написал у меня у старшей точки подружка казашская они экспаты здесь неделю белого цвета исходя из того что происходило поэтому я хочу закончить свой спич на оптимистической ноте вот я любое государство любая страна любая страна это прежде всего люди вот зная некоторых людей все у казахов получится вот знаешь что вот далеко не совсем вот это странный момент с Копчаком не согласен это редко бывает но далеко не совсем из того что наговорил я согласен но абсолютно правильно и абсолютно верное завершение вот этого выпуска этого нашего разговора вплоть до того что можно пробовать дальше наоборот делать тебя ставит ведущим а я буду отвечать на вопросы давно пора давно пора потому что слышишь это ты представитель британской империи понимаешь ты чужими руками каштаны из огня таскаешь нашими обожженными руками поэтому тебе тебе пора раскрываться и говорить что уважаемый ведущий думает по этому поводу я раскрываюсь я стараюсь я шучу и всех обнимаю обнимаю прежде всего наши слова поддержки братскому действительно братскому народу Казахстана соболезнования погибшим и пожелания того чтобы все в ближайшее время урегулировалось и главное вам это выстоять чтобы выстояла казахстанская независимость казахстанское государство чтобы было сильным ну а всем остальным дорогие друзья огромное спасибо что были сегодня с нами огромное спасибо что нас слушали спасибо еще раз Влад до свидания спасибо всего доброго дорогие друзья до новых встреч до новых встреч до новых встреч